МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа Итоги недели. Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Я впервые в такой электричке еду. Очень удивлена, что комфорт полностью везде и во всём. Люберцы встретили первые поезда МЦД-3. Мне подарили рюкзак. Я люблю рисовать и писать. В округе прошла акция «Собери ребёнка в школу». Желаю всем здоровья, благополучия, мирного неба над головой, чтобы у нас у всех всё получилось. С праздником! День российского флага отметили в Центральном парке. В очередной раз команда Люберец доказала, что Люберцы – это территория спорта. Самая оптимистичная спортивная команда. В Подмосковье состоялась 11-я журналиада. А теперь подробнее об этих и других событиях. В Люберецкой администрации прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств подвели итоги работы за отчётный период и рассказали о ближайших крупных мероприятиях в округе. Тему продолжит наш корреспондент. За прошедшую неделю в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкая поступило 2000 обращений. Возбуждено 23 уголовных дела. Из них 15 раскрыто по горячим следам. Среди резонансных преступлений – убийство в деревне Марусино. Не поделили стакан, скорее всего. Друг друга зарезал. То есть человек задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводится проверка. Также было 120 ДТП с 5 пострадавшими. Личный состав работает в усиленном внесении службы в связи с тем, что скоро у нас учебный год. Проверяем все школы. Подготовка к новому учебному году стала отдельной темой на совещании. К 1 сентября ожидается открытие новой школы на 825 мест на улице Урицкого и четырёх детских садов. Дошкольные учреждения образования построили в жилых комплексах «Самолёт», «Жулебина парк», «Сиреневый бульвар» и «Томилина парк». Территории всех детских садов новостроек имеют периметровое ограждение, прогулочные площадки, защищающие от солнца и осадков теневыми навесами, игровым оборудованием, песочницами в виде ромашек, качалок балансиров и малыми архитектурными формами. Имеются спортивные площадки с резиновым покрытием, высажены клумбы с многолетними цветами, газоны и молодые деревья. Сентябрь – ответственный период и для коммунальщиков. Уже в середине следующего месяца в округе стартует отопительный сезон, который продлится как минимум полгода. К предстоящим холодам ресурсоснабжающие организации готовились всё лето. На сегодняшний день у нас чётко определённый график. У нас, согласно графике, к 1.09. процент готовности по округу должен быть обеспечен 100%. На сегодняшний день на территории городского округа Люберца у нас задействовано 11 ресурсоснабжающих организаций, которые вырабатывают и транспортируют тепловую энергию на цели теплоснабжения и горячего водоснабжения жителей городского округа. Конец лета и начало сентября будут насыщены культурно-массовыми мероприятиями. 26 августа в 10.00 в Центральном парке пройдёт самый крупный фестиваль современной хореографии и пространства танца. А в День города откроется главная интрига этого года. Станет известно имя победительницы конкурса «Люберецкая супербабушка». В КДЦ «Союз» состоялся отчёт руководителя территориального управления Малаховка-Гороскова Павла Максимкина. На встрече с жителями он подвёл итоги работы за прошлый год и рассказал о планах на ближайший период. Подробности далее. В своём докладе Павел Максимкин подробно рассказал о работе, проделанной в каждой сфере жизнедеятельности посёлка. В рамках проекта губернатора Подмосковья на базе 52-й школы открыт спортивный стадион с беговой дорожкой, футбольным полем и площадкой для баскетбола и волейбола. Близится к завершению капитальный ремонт двух учреждений образования в 46-й гимназии до школьного отделения школы номер 52. На сегодняшний день уже завершилась подразка фасада, ведётся отделка внутренних помещений, прокладка электросетей, монтаж канализации и вентиляции. В новом учебном году в школах полностью отремонтируют помещение, обновят фасад, кровлю, заменят инженерные коммуникации, противопожарную систему, установят новую мебель и оборудование. В Малаховке провели ремонт 10 автомобильных дорог. Это стало возможным благодаря активности жителей посёлка. На сегодняшний день, 31 августа, проходит второй этап голосования по включению дорог в план ремонта на 2024 год. Какие дороги отремонтируют, решаете вы. На голосовании вынесены участки автомобильных дорог, которые предложены жителям на первом этапе. После отчёта руководителя территориального управления встреча продолжилась в режиме диалога. Жители задали интересующие вопросы и получили на них ответы. Обращение по желанию, поступивши от них, взяли в работу. Луиса Игия-Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Движение на третьей линии московского центрального диаметра запущено. Современные комфортные поезда идут по маршруту Зеленоград-Раменское, проезжая железнодорожные станции Люберец. К запуску МЦД в городском округе проведена большая работа. Обо всём подробнее у Луизы Игия-Зарян. На станции Люберцы-1 больше людей, чем обычно. И речь идёт не только о пассажирах, но и о сотрудниках. Сразу при входе за информационной стойкой человек готовый ответить на вопросы. Посетителей станции встречает персонал в брендированной одежде. У турникетов на платформе дежурят волонтёры. Раздают прохожим буклеты с информацией об МЦД-3. Мы выполняем функцию навигации, подсказываем людям, куда идти. Раздаём листовки, чтобы они понимали все возможности МЦД. Поток у нас уже довольно большой прошёл. Как минимум более ста людей чисто за два часа. Вся наша ветка казанской направленности ждали с нетерпением. Мы очень рады, что у нас пойдут такие электрички, удобные, комфортные. А чтобы ждать электрички тоже было удобно и комфортно, вокруг железнодорожных станций проделана большая работа. Весной этого года началось благоустройство шести участков, прилегающих к МЦД-3. Основная задача – привести в порядок привокзальные площадки и обустроить скверы и зоны отдыха рядом с ними. Так у станции Панки появился современный мини-парк с детской площадкой и специальной территорией для выгула собак. Нами произведены работы по благоустройству парковой территории в размере 3,5 тысяч квадратных метров, устройство дорожек пешеходных, велодорожек для самокатов, освещение, порядка 58 светильников установлено, камеры видеонаблюдения. На самих станциях тоже активно готовились к встрече первых поездов МЦД-3, обновили систему навигации, провели ремонтные работы и установили новые ограждения, которые проходят вдоль железной дороги. Непосредственно в платформах было обновлено покрытие, была уложена гранитная плитка, поставлены новые информационные табло, в которых пассажиры могут видеть, через сколько будут отправляться поезда, в каком направлении они будут следовать, с какой периодичностью ходить. На линию МЦД-3 выпустили новый подвижной состав поездам, которые проходят диаметр от шести месяцев до года. По этому маршруту курсируют современные П2Д, «Ласточки» и новейший российский электропоезд постоянного тока «Иволга 3.0». «Иволга» оснащена всем необходимым для комфортной поездки. Беспроводные зарядки, вай-фай, зоны для велосипедов, колясок и объемного багажа, и даже туалеты. «Очень комфортно, много пространства, очень прохладно, приятно, чисто». «Я впервые в такой электричке еду. Очень удивлена, что комфорт полностью, везде и во всем». Проехать с комфортом, но при этом сэкономить деньги. Для пассажиров МЦД-3 предусмотрены выгодный тариф и удобные способы оплаты. Так, стоимость поездки в центральной зоне составит 50 рублей, а в пригородной – 65. Для жителей Москвы и Подмосковья этот долгожданный транспортный проект откроет новые возможности. Значительно сократит время в пути на работу, домой или на дачу. Луиза Егия-Зарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. Считанные дни остаются до старта очередного учебного года. 1 сентября свои двери распахнут новые учреждения образования и те, которые были закрыты на капитальный ремонт. На каком этапе сейчас реконструкция дошкольного отделения 52-й школы, выясняли мои коллеги. Капитальный ремонт одного из старейших детских садов округа продолжается. Но уже сейчас можно в полной мере оценить его преображение. Ни фасад здания, ни его помещение не выдают солидный возраст этого объекта. Старые стены получили новую жизнь. В течение летнего периода проводились активно работы по замене абсолютно всех коммуникаций, кровли, демонтаж всего оборудования. Фактически оставались только от старого садика одни стены. Сейчас мы видим на заднем фоне красивый фасад, современный, утепленный. Внутри новая разводка. Это абсолютно новые сети, вода, канализация, электричество и самое главное вентиляции. Вентиляции никогда не было. А вот бассейн в этом детском саду изначально был, но не функционировал. С нового учебного года малыши смогут заниматься плаванием. Строительные работы во всем здании уже завершены. Остается подключить оборудование, датчики и передать объект педагогам. Стоит задача 28 числа для того, чтобы строители ушли. Соответственно, мы к 28 числа стараемся. Задача поставлена, она будет выполнена. Соответственно, дети пойдут в новый сад с новым бассейном, с новыми групповыми, с новым пищеблоком, с новым комфортным музыкальным и спортивным залом. В детском саду разместится 12 групп. Его будут посещать 360 малышей в возрасте от полутора до семи лет. В следующем году на территории учреждения появятся новые игровые зоны и спортивная площадка. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Глава Люберец Владимир Волков вместе с членами межведомственной комиссии проверил готовность дошкольного отделения образовательного комплекса «Кадетская школа» к новому учебному году. Тему продолжит наш корреспондент. «Кадетская школа» сегодня – это комплекс, в который входят 4 дошкольных отделения и сама школа. Один из них – детский сад «Космос», который посетила комиссия. Наше учреждение посетила межведомственная комиссия. То есть коллегии из структур безопасности, структур безопасности дорожного движения, Роспотребнадзора, управлением образованием и непосредственно наше руководство. Мы показали всю готовность, как мы ждем, с какой ответственностью подходим к приему детей, как новых, так и тех воспитанников, которые нас уже давно посещают. Этим летом проведены ремонтные работы в медицинском блоке, комнате педагогов по физическому воспитанию, прачечной, подвальных помещениях. В ходе проверки уделили отдельное внимание вопросам безопасности, состоянию столовой и пищеблока, музыкального класса, наличию игрушек и пособий. У нас во всем присутствует космическая тематика. Это связано с тем, что наше учреждение находится на территории городского округа Люберцы. Рядом мы находимся с гагаринским техникумом. Поэтому все идеи, слоганы, они нас очень трогают, Юрия Алексеевича Гагарина. Также оценили качество проведенных работ по благоустройству территории. В ходе проверки готовность детского сада получила положительную оценку. 1 сентября сюда придут 270 детей. Луиза Игия, Зарян Ирина Иванова, Пётр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. Накануне Дня знаний в округе проходят мероприятия, направленные на оказание помощи семьям, в которых воспитываются школьники. В зале картинной галереи состоялась традиционная акция «Собери ребёнка в школу». Какие подарки и принадлежности к 1 сентября получили ребята, покажем в следующем сюжете. Илья Герасимов, пожалуйста. В первую очередь за подарками вышли будущие первоклассники. Ребятам вручили ранцы и специальные наборы из 36 предметов. Теперь к 1 сентября всё есть. Остаётся только настроиться на учёбу. Ребятам, в преддверии этого праздника, праздник называется «Собери ребёнка в школу», мы со взрослыми, нашими друзьями, это и предприниматели, это и депутаты, собрали как раз-таки для вас новые рюкзаки, новые принадлежности для того, чтобы вы хорошо учились, для того, чтобы вы пошли в школу, и ощущение праздника было с первого дня. Акция «Собери ребёнка в школу» ежегодная. Она проходит по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с 2017 года. На этот раз констовары и школьные принадлежности получили 60 детей. 1 сентября, я поздравляю всем, чтобы хорошо учились и всё такое. Мне подарили рюкзак. Я люблю рисовать и писать предметы, мне нравится математика. С началом нового учебного года детей и родителей поздравили народные избранники городского округа Люберца, а также депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Благоустройство парка «Лесная пушка», реконструкция стадиона «Торпеда», открытие движения по новому мосту на Октябрьском проспекте. Об этих и других вопросах, которые волнуют Люберчан, Владимир Волков говорил на встрече с молодёжным активом округа. Подробности далее. В Центральном парке собрались волонтёры, члены молодёжного парламента и просто неравнодушные молодые люди. Вопросов было много. Прохождение производственной практики студентов на Люберецких предприятиях, благоустройство парков, установка дополнительных спортивных площадок во дворах. Говорили и о развитии транспортной инфраструктуры. Уже в сентябре по эстакаде на Октябрьском проспекте поедут первые машины. Уже будет этот отрезок от Вечного огня до моста, до Дома культуры, до суда как раз-таки. Километр 600 будет закончен. Это только одна маленькая часть того, что делается. Не буду перечислять все школы, сады, объекты образования, которые мы строим, или спортивные центры, такие как стадион «Торпеда», который сейчас перепроектирование проходит. В следующем году в конце мы его полностью открываем. Стадион, новые трибуны, самое главное – новый пол. На встрече ребята спросили о возможности строительства в Люберцах молодежного центра, в котором каждый сможет найти интересные для себя занятия. Получит возможность для самореализации и раскрытия творческого потенциала. Владимир Волков идею поддержал. Я его вижу очень современным, стеклянным, дизайнерским. Накидайте, посмотрите, что у кого есть. Но он же тут же должен трансформироваться. Сейчас решения любые перегородки выдвигаются, задвигаются. Нужен большой зал, мы все раздвинули. Нужен какой-то такой более поделенный на всякие сектора, задвинули. То есть любые форматы. К строительству центра готовы приступить уже в следующем году. Каким он будет, зависит от пожеланий молодежи. Очень важны эти встречи. И довольно часто их проводить это хорошо, так как у молодежи регулярно появляется много вопросов, пожеланий, либо требований, которые они задают и просят, чтобы это сделали, чтобы молодежь дальше развивалась, процветала в нашем городском округе Люберце. Такие встречи в округе проводят регулярно. В неформальной обстановке ребята общаются с губернатором, депутатами, общественными и политическими деятелями. Следующая встреча состоится в сентябре. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберецкой картинной галерее продолжает работу фото-выставка «Жены героев». На снимках портреты сильных женщин, которых объединяет бесконечная любовь, вера и преданность своим героям. Всероссийский проект «Жены героев» получил достойное продолжение во многих городах. Люберцы не стали исключением. Съемку провели в мае среди цветущей сирени. Для участниц проекта это стало олицетворением мира, добра и новой жизни, в которую жены и матери мобилизованных свято верят. С чего начинается родина, с чего начинаются вот эти все истоки. Сначала мать, потом жена, потом дети. Все мы очень любим и ждем наших ребят. За всех молимся, всех ждем домой с возвращением, с победой. В музейно-выставочном комплексе выставка открылась в июле. В экспозиции представлено 17 снимков, выполненных фотохудожником Ольгой Сухаревой. Глава округа посмотрел стенды с работами и поблагодарил женщин за поддержку участников СВО. Еще раз огромное спасибо. Давайте в таком же режиме дальше, потому что нам нужно всех дождаться, нам нужно еще потом ребят всех выслушать, им тоже будет о чем рассказать. Уже в неформальной обстановке обсуждали наболевшие вопросы. Льготы семьям мобилизованных, бесплатные кружки для детей, отправка очередной партии гуманитарного груза в зону СВО. Говорили и о важности моральной поддержки участников спецоперации и их родных. У меня муж пять недель не звонит. Пять. Вообще пять недель тишины. Просто он заехал и никаких новостей, ничего. Встречи важны. И пообщаться между собой, решить какие-то вопросы неглобальные. Вот сегодня решался вопрос какой-то хозяйственного значения. Встречи очень нужны. И девчонки этих встреч ждут. Мы даем сигнал, с нами встречаются, общаются. Такие встречи с мобилизованными люберчанами и их семьями в округе проводят регулярно. Многие вопросы решаются на месте. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В руке триколор, в душе патриотические чувства. Люберчане отметили праздник одного из самых главных символов страны. С песнями и танцами. Как провели день государственного флага в Центральном парке, расскажем в сюжете. Для люберчан и гостей округа тематические лекции, интерактивно-познавательные игры, аквагрим, мастер-класс по изготовлению украшений в цветах российского триколора. Каждый мог принять участие в росписи витражными красками. Концертную программу открыл ансамбль «Барабанщиц». Глава округа, поздравляя земляков, выразил уверенность в том, что государственный флаг будет всегда вдохновлять россиян на достижение новых высот и утверждение славы России. История наша великая, история нашей страны, она вписана золотыми буквами в летопись, которая на протяжении всех веков, многих столетий несет гордое имя. Гордое имя этому – это Россия. Желаю всем здоровья, благополучия, мирного неба над головой, чтобы у нас у всех все получилось. С праздником! Традиционно на День государственного флага юным люберчанам вручили паспорта. Ученику 41-й гимназии Владимиру Савченко это событие запомнится. Мне очень все понравилось, само выступление, то, что я получил паспорт, теперь я грызонин Российской Федерации, причем в такой день. Мне вдвойне приятно, потому что меня выучил сам глава округа его. Мне еще вручили конституцию и грамоту, я очень рад этому. На главной площадке раздавали ленточки в цветах флага, читали стихи и говорили о российской государственности. За праздничное настроение отвечали творческие коллективы округа. Наш коллектив «Карусель» много где выступает на разных праздниках. В Москве, в Люберцах и не только. Но сегодня День флага и выступать перед народом вдвойне приятно. Каждый год прихожу на этот праздник. Все очень нравится. И каждый год все больше и больше людей присутствует. И каждый год все более интересные мероприятия, мастер-классы. Очень нравится. Спасибо большое, что организуют такие праздники. 32 года назад Верховный Совет РСФСР принял постановление о национальном флаге. На смену красному полотнищу с серпом и молотом пришел исторический российский триколор. В качестве символа государства его начали использовать еще при Петре Первом. А 22 августа 1991 года он был поднят над страной, после чего Россия смогла восстановить свой суверенитет. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В разных районах Люберец проходят дворовые праздники. Еще одной площадкой, где соседи весело и с пользой провели время, стала Березовая роща на улице Космонавтов. Какая там царила атмосфера, покажем в следующем сюжете. Всех, кто вышел в этот летний вечер во двор, ждала насыщенная программа. Веселая музыка, танцы, настольные игры и выступления артистов. Для каждой возрастной категории свое занятие. В то время, как детей развлекали аниматоры, взрослые состязались в нардах или просто общались с соседями. Хорошая идея. Столько много людей, детей, рады, концерты. Мы все благодарим вас за это все. Но день соседей – это не только повод повеселиться и отдохнуть, но и возможность задать вопрос представителям депутатского корпуса. Прямо на праздничной площадке работала выездная приемная. Нас не устраивает там шиномонтаж. И привозят машины, большие камазы с колесами. Целый день работают перфоратором, целый день, как говорится, гремит. Мы ходили к ним, жаловались, говорили, просили. Мы сказали, что мы будем обращаться дальше. Но вот сейчас к Владимиру Петровичу обратились. Он пообещал все это уладить, устранить. Здесь есть вопросы транспорта, есть вопросы, к сожалению, проживания с соседями. Соседи разные бывают, порой шумные, где-то громко разговаривающие, много курят, вот приближало бы. Поэтому есть вопросы и по содержанию территории. Ну, обычные житейские вопросы. Мы эти вопросы в состоянии решать, и мы будем их решать вместе с администрацией. Накануне 400-летия Люберец подобные встречи проходят на территории всего округа. Такие праздники позволяют наладить контакт с соседями и завести новые знакомства. Луиса Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Концертом, сладкой ватой и мороженым отметили День соседей на Заречной улице. Праздник жителям деревни Марусина подарила управляющая компания «Забота о доме». В атмосферу веселья и радости окунулся Богдан Колесников. Праздник открыли творческие коллективы округа. Вместе с артистами пели и танцевали и дети, и взрослые. Особенный восторг вызвала анимационная программа с играми и загадками. Нам очень весело на играх танцуем. Такого раньше не было. Мне как бы просто удивительно, если честно. Чтобы такие праздники постоянно повторялись. Многие пришли целыми семьями. Жители Заречной улицы своих соседей знают, но близко не общаются. На праздники появилась хорошая возможность познакомиться лучше. У меня появились новые подруги. Их очень много. Даже постарше меня. Праздник этот классный. Площадка хорошая. Спортивный игровой комплекс открыли месяц назад. Праздник, который объединяет людей, живущих рядом друг с другом, здесь проводят первый раз. И точно не последний. До конца лета День соседей придет в каждый двор. На Заречной улице в Марусине праздник объединил более 200 человек. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В бизнес-центре «Партнер» на Октябрьском проспекте 123А работает художественная студия «Живая кисть». На занятиях знакомят детей с живописью и рисунком, помогают подготовить работы для творческих конкурсов и набить руку к вступительным экзаменам в художественную школу. На одном из мастер-классов, которые проводят здесь каждый месяц, побывали и мы. Набросали нашу основную композицию. Теперь можем переходить, естественно, к нашей работе двойным москов. На одну сторону кисти мы берем белило, на другую сторону кисти берем окно. Здесь учат основам рисунка и разным техникам живописи, проводят пошаговые уроки и мастер-классы по рисованию для любого возраста. Такой релакс, и особенно, когда видишь, что получается такая красота. Художество люблю с детства, и это очень классный, на самом деле, способ расслабиться. Диана прям в этом деле, она прям умничка. С ней очень приятно общаться, и она объясняет очень здорово. И получается такой классный результат, которым мы просто вместе радуемся. Диана Хрипунова открыла художественную студию в октябре прошлого года. Занятия проходят каждый день, как индивидуальные, так и групповые. Многие считают, что они не умеют рисовать. Это большое заблуждение. Они умеют рисовать. Тот, кто может писать ручкой, тот, кто может писать карандашами, они умеют рисовать. Всё остальное – это вопрос грамотной поставленной задачи, желания, цели, времени. Проверьте свои знания, способности. Мы научим, докажем, что вы всё-таки умеете рисовать. Здесь научат рисовать даже тех, кто никогда не держал в руках кисть. Слой за слоем. Елизавета Глушкова занимается в студии со дня её открытия. В четыре года маленькая художница написала уже не один десяток картин, которые подарила родным. Я сама научилась рисовать. Люблю рисовать. Я хочу художницей стать. С посещением занятий я заметила, что он где-то не только положительно влияет на развитие ребёнка, у нас улучшилась речь. У нас в школе пошли иностранные языки, и я сделала упор на музыку. И я никак не подумала, что живопись настолько может повлиять на память и на вообще говорение процесса. И мы как бы сделали сейчас акцент больше на живописи. По словам Дианы Хрипуновой, занятия живописью снимают напряжение, помогают расслабиться и, конечно, развивают творческие способности. Берём основы из академического рисунка – свет, тень, тон, и начинаем развивать уже с двух с половиной лет это вот чувство видения цвета. Ну, на примере игры. Если мы говорим про деток более старших, с четырёх лет, да, и далее, там уже идёт уклон более на учебную часть. Всё-таки в большинстве случаев мы познаём академическую живопись, академический рисунок, обязательно подготавливаем к вступительным экзаменам деток. Три часа кропотливой работы, и результат не заставил себя долго ждать. Приходите в студию «Живая кисть!» В городском округе состоялся этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Десять команд боролись за право выступить в финале грандиозного проекта. Выступление ребят оценивали знаменитые хореографы – Егор Дружинин и Виталий Уливанов. Большой танцевальной площадкой в городском округе Люберцы стал Центральный парк. Перед началом выступлений гостей и участников фестиваля поприветствовали почётные гости и судьи. Спасибо, спасибо, спасибо. Друзья, мы очень рады быть у вас сегодня. Надеюсь, вам не так жарко, на вас падает немножко тень от этих деревьев. Надеюсь, на нашей сцене не будет слишком жарко, потому что она реально иногда жжётся, нагревается от солнца, но в фигуральном смысле, конечно, хотелось бы, чтобы на этой сцене было жарко. Мы сегодня, на самом деле, уже посмотрели энное количество номеров, и особая планка у нас есть. Поэтому мы надеемся, что планка будет поддерживаться. Удачи всем местным танцорам и пускай победить сильнейший. От себя лично и от нового городского округа Люберцы я вас приветствую, от Владимира Михайловича Волкова. Всем побед! Живите с музыкой и с танцем в душе! Всех с праздников! Первыми на сцену вышел образцовый коллектив «Хореографический ансамбль «Мастерская чудес» с танцевальным номером «Перемена». А за кулисами тем временем готовились к выходу следующие участники проекта. Мы репетировали, потеряли всё-таки. Как-то, ну, конечно, есть волнение слегка такое, но надеемся, хорошо выступим. После каждого номера члены жюри комментировали выступления ребят и давали советы юным танцорам. Даже сейчас вы продолжаете улыбаться, заряд чувствуется, прям через всю толку даже расселы доходит. Хотел бы предложить вам обратить внимание на амплитуду, с которой вы работаете. Сейчас кажется, что всё очень сдержано. А мы же знаем, что вы молодые, энергичные, весёлые, задорные. Фестиваль «Город танцует в парках» пройдёт в 30 округах Московской области. В каждом муниципалитете выбирают один лучший коллектив, который выступит 2 сентября на галоконцерте в Балашихе. Там и определят абсолютного победителя танцевального проекта. На территории Военно-патриотического центра воспитания молодёжи прошла 11-я журналиада Подмосковья. Соревнования проводит региональный союз журналистов при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области. Перед началом соревнований – награждение лауреатов 9-го журналистского конкурса «Спортивная Подмосковья». В числе победителей и призёров – 40 человек. Среди награждённых – телеканал ЛРТ. Участников журналиады поприветствовали организаторы и руководство Центра военно-патриотического воспитания молодёжи, на территории которого все 11 лет проводят спортивные состязания среди журналистов. В программе соревнований – 6 дисциплин. Перетягивание каната, дартс, спортивная эстафета, разборка и сборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, скалодром. Каждый год мы участвуем в этих соревнованиях, и люберцы не отстают от спортивных состязаний. Каждый год они стараются участвовать, они, ну, то есть мы. Вот, в общем, я очень рада, что я снова оказалась здесь. По словам председателя Союза журналистов Подмосковья Натальи Чернышовой, такие встречи способствуют спортивному братству, дружескому общению и сплочённости. Без этого в такой сложной, напряжённой ситуации, в которой оказались журналисты и вообще все наши медиа, сегодня невозможно. На нашем Союзе достаточно много интересных очень проектов, интересных организаций, и нам есть чему учиться у других коллег. Но самое главное, что я могу с уверенностью сказать, наш Союз настоящий. В Региональном Союзе журналистов состоят полторы тысячи человек. Самые спортивные сегодня здесь. Приехали из Раменского, Воскресенска, Сергиева Посада, Серпухова, Домодедова. Всего 13 команд. Среди постоянных участников – люберчане. Сегодня на журнале «Аде» команда «Люберецкая» показала себя, показала как любознательных, драйвовых, оптимистичных. Мы прекрасно лазили по скале, мы перетягивали канат. В очередной раз команда «Люберец» доказала, что «Люберцы» – это территория спорта. Самая оптимистичная спортивная команда. Мы настроены на победу. Результат не заставил себя долго ждать. На скалодроме «Люберецкая» команда заняла первое место, водрузив флаг ЛРТ на вершине скалы. Отличные показатели и в соревнованиях по разборке и сборке автомата Калашникова. Второе место. Очень крутая журналиада, очень много разнообразных событий, соревнований. Подожди, здесь просто автомат собираю, и очень сложно пока. Надо же успеть раньше остальных. По результатам журналиады в общем зачете золото взяла команда из городского округа Щелково. «Люберцы» стали шестыми. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В спортивной школе Олимпийского резерва прошел финал Кубка губернатора Московской области по тяжелой атлетике. На соревнованиях более 130 спортсменов из 15 муниципалитетов. Честь «Люберец» защищали 17 человек. Все подробности у нашего корреспондента. В первый день состязались девушки, участницам соревнований от 14 до 17 лет. Спортсменки выступают в порядке увеличения веса штанги. Люберчанка Кристина Баймасова на третьем подходе заявила 28 килограммов в рывке. Это не предел. Я буду дальше участвовать и поднимать больше и больше. Сначала я даже не знала о таком виде спорта, а потом уже узнала о тренера. И он меня пригласил на тренировку. И вот тренируюсь уже 4 года. Спортсменок поддерживают тренеры, болельщики и семикратный рекордсмен мира по тяжелой атлетике Вячеслав Клоков. Его рекорд по подъему штанги в толчке – 247,5 килограммов. В 80-е годы тяжелоатлет тренировался в Люберцах. Когда я вижу представление, сколько выходит участников, молодых, красивых ребят, девчонок, сердце радуется. И хорошо, что власти поддерживают зал. Я периодически приезжаю. Прекрасное место прям такое, оно намоленное в среде. Прям пользуется уважением у всех штангистов российских. И мне это приятно, что тренера, к сожалению, с возрастом уходят. Приходят молодые ребята, но традиции сохраняются. Подобные турниры, они, так скажем, мотивируют и создают необходимость развивать инфраструктуру этого вида спорта и в общем. Хочу, конечно, безусловно поблагодарить руководство Министерства спорта Московской области, потому что в очередной раз они делают ацент на нашем городском округе. А тяжелая атлетика для Люберец – это, так скажем, традиционный вид силового направления спорта. По результатам трехдневного турнира будет сформирована юношеская сборная команды Московской области для участия в финале спартакиады школьников России. Его проведут в следующем году. Богдан Колесников, Петр Панмаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте ЛРТ.ТВ или в социальных сетях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok